И Святаго Духа Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое поимославим. В этих словах, возлюбленные во Христе братья и сестры, наше почтение выражается к тому, что совершил для нас Господь. Господь избавил нас от власти греха, проклятия и смерти. Господь подарил нам жизнь вечную посредством Своего Воскресения, которому предшествовали голговские страдания. И праздник воздвижения честного и животворящего Креста Господня это всемирная христианская радость, потому что это соприкосновение с искупительным подвигом Христа Спасителя и с той радостью Воскресения, которую проповедовали апостолы и пронесли ее во вся конце земли. Для нас, дорогие братья и сестры, крест Христов это не только слава ангелов и демонов язва, это еще и источник незыблемой радости, которая дается нам от самого Бога. Крест Христов, у подножия которого мы сегодня прославляем, нашего Искупителя и Спасителя, Господа Иисуса Христа, это то мерило любви, которое по широте и долготе, как поет Церковь, охватывает Вселенную любовью Божией. Для нас, дорогие братья и сестры, праздник воздвижения, это праздник, в котором мы радуемся тому, что Церковь Христова обрела святыню, которая из позорного орудия казни стала ключом к вратам небесным для всего человечества. Христос Спаситель, избавляя нас от власти дьявола, избавляя нас от того, чтобы мы жили под яремными, дарует нам великую радость вечной жизни с Ним после сокрушения уз смерти и сокрушения уз диалога. Для человечества открывается дорога в рай воскресением Христовым. Именно поэтому мы поем «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое поемославим». Крест — это для христиан символ воскресения и победы над смертью. И вот воздвижение почему является соприкосновением с искупительным подвигом и великой радостью, потому что нам, дорогие братья и сестры, дается возможность порадоваться вместе с теми христианами, которые по стечению своему многочисленному не могли видеть святыню. И вот воздвигая крест Христов, патриарх Иерусалимский Макарий являл эту великую святыню для христиан. Вот оно, действенное орудие посравления дьявола. Вот то, что стало обезвреживанием жало смерти. И вот для нас, дорогие братья и сестры, воздвижение — это повод задумываться о том, что сделал для нас Господь и что мы делаем для Господа. И вот пусть та слава, которую являет нам Господь через крайнее свое смирение, будет нашей славой, чтобы мы понимали, о чем говорил апостол Павел, обращаясь к Коринфянам и к нам с вами, говоря, что для иудеев крест — это соблазн, а для эллинов — это безумие. Христианин должен любить самоотверженно. Христианин свои скорби должен вменять в благо и благодарить за них Бога. И только осознавая то, что Господь не пожалел своего Сына Единородного, Сына Своего Возлюбленного и отдал Его жертву за грех, как пишет преподобный Максим Исповедник, мы будем тогда хотя бы в малой мере понимать, как любит нас Бог. Пусть в каждом моменте жизни Господь являет нам свою крестную славу. И мы станем соучастниками, свидетелями этой славы, как и те люди, которые сошлись в великую радость обретения и воздвижения Животворящего Христа Господня и воспевая Христу Твоему поклоняемся, Владыка, и Святой Воскресение Твое Твоем и славен. Аминь. Спасибо, Господи.